Либери Афанась был рад возможности оторваться от бумаг и телефонов и проехаться по весенней Москве, посмотреть на свои зеленые владения. И не зря, ибо явилось ему много полезных для дела неожиданностей. Цветной бульвар. А так и еще хуже везде. Кто-то топчет, кто-то старательно перекапывает. А здесь решили уступить. Стежка-то проложена к остановке и выходит на проезжую часть в рискованном месте. Так и кажется, что велосипедист перескочит заборы и взлетит над домами. Могильщики газонов и на красной пресне усиленно заготавливают в столице будущую грязь и пыль. Даже незатоптанные части газонов выглядят беспризорными, неухоженными, непричесанными. Пучки да кочки. Вот тут приходится восстанавливать десятки квадратных метров газона. Всего в год мы восстанавливаем около 500 гектаров. Это громадные деньги. Потому что восстановление одного метра до рубля. Около двух миллионов рублей на это тратим. Английские газоны, по которым можно ходить и гулять, создаются столетиями. Должна создаться дернина. Его нужно стричь, поливать и удобрять не один год. А если каждый год перекапывать, то он так каждый год и будет такой же неустойчивый. Будет только грязь и пыль. Только грязь и пыль. Эти вольные и невольные вредители зеленых насаждений тоже уверенно рассуждают о чистом воздухе. Их возмущают дымящие трубы и автомобили. Разрушая газон, они отбирают у москвичей последний кислород. А беззащитные травинки, дождавшиеся весны, окрепнув, могли бы стать замечательными пылесосами, кондиционерами воздуха высшего класса. Если бы я так смело зашагал, да еще со своим детятей по клумбе, выпистыванной их руками, да на их участке, и старый млад, все спешат затолочить нежную зелень, доверчиво поднимающуюся навстречу людям и долгожданному солнцу. Нет, мы выше травы. Не позволим, загубим, мы торопимся. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Я из управления Деленхостроя, начальник управления лесопаркового хозяйства. Очень приятно. Алферов Леберь Афанасьевич. Мы очень рады, что вы нам помогаете. Но я вот как лесовод смотрю на вашу работу и вижу, что ее лучше бы не делать. Вы по собственному почину окапываете, или это наш работник вам поручил это? По собственному почину. Ежегодно так делаем. Но работа эта для дерева бесполезна, бессмысленна, потому что корневая масса вся, она уходит на метры, она уходит глубоко в землю. И то, что вот вы здесь окапываете дерево, никакой радости от этого нет. А вот газон, зеленый газон, ему причиняется большой ущерб. Вы хотели что-то спросить, да? Нет, просто непонятно. Тогда мы делаем, значит, ненужную работу. Наверное, надо людей было проинформировать, прежде чем заставить работать. Я поэтому сначала и спросил, вы по собственному почину или кто-то из наших работников. Мы уже к этому привыкли, мы постоянно здесь работаем много лет и привыкли, что выполняем вот именно такую вот работу. Иначе она практически никому не нужна. Вы знаете, мы 22 года, вот 22 субботника и 22 года здесь работаем. И все время также окапываем деревья. И за все 22 года только первый раз подошел человек, который нам сказал, что вы делаете, ненужную работу. До этого никого это не интересовало. Ну вот в этом-то и беда, что делалось, как у нас говорят, с выключенным сознанием. И мне просто очень жаль ваше время, ваши столь ценные для нас руки. Вы посмотрите, сколько вокруг надо вот перекопать. К сожалению, перекопать то, что вытоптали опять же наши же люди, мы с вами. Нельзя ли было вот такую разъяснительную работу до субботника провести, хотя бы за неделю или за две? Ответственные есть по этим участкам, по этим работам. И хотя бы их вызвать и сказать. Несомненно. Вот поэтому сейчас и прошла реорганизация. У нас совершенно новая сейчас организация. И поэтому, конечно, наши люди виноваты в том, что они вас не поставили, потому что они вам не объяснили. Привыкли калечить природу, бездумно подчиняться чьей-то воле. Копальщиков нужно учить, а топтальщиков наказывать. И сохранятся два миллиона для создания новых садов и парков. Москвичам хочется приложить руки. И вот они унимают рабочий зуд, окапывая самозабвенно даже телеграфные столбы, в надежде, что и они, подобно весеннему пню, зазеленеют. Остается еще раз рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждый. Каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жажды. Нельзя заботы мелочной, хотя на миг не устыдиться. Нельзя пред вечной красотой ни петь, ни славить, ни молиться.